Какое ваше мнение о меркаба, теле света вокруг человека, который вращается в двух противоположных направлениях и имеет форму галактики? Имеет ли смысл практика, развивающая меркаба к добавлению к развитию сознания? Ну, вы знаете, во-первых, это никакое не тело. Если потоки материи движутся в вашем теле и циркулируют в разных направлениях, вот даже то же самое, скажем так, ураганы видели, как вращается, да? Это что получается, тело Земли, да, по логике. Это просто проявление реальных природных процессов. Так вот, вращающие потоки материи вокруг человека – это не тело. Тела совершенно другое, и никакого развития этого быть не может. Опять-таки, навязывается людям, с моей точки зрения, я должен более подробно изучить эту систему, потому что, так сказать, я не изучал этого, мне не подалась, по крайней мере, такая информация, но из того, что написано в вопросе, говорит о том, что, так сказать, это говорит именно о том, что потоки энергии, которые проходят через одно тело, которые всегда проходят, проходили, проходят через любую живую, даже неживую материю, то они не являются в любом случае телом. Телом – это то, что вот физическое тело и другие тела, которые человек наработал в результате своей эволюции. А потоки, которые проходят через это тело, они только являются проявлением жизнедеятельности тела. Если у нас сердце работает, значит, что сердце у нас является другим телом. Нет. Такие потоки, проходящие через наши тела, являются просто проявлением жизнедеятельности нашего того, что мы являемся целого «я», не кусочным, потому что мы привыкли, что физическое тело или абстрактная душа, которую, вроде, никто не может пощупать, можно пощупать, только для того, чтобы пощупать душу или тела, другие сущности, нужно, чтобы человек качественно находится в резонансе с тем уровнем, на котором оно материальное. Потому что мы же, допустим, воздух пощупать не можем, вот в таком обычном состоянии. А вот если мы движемся скоростью звука, то воздух становится очень плотным, правильно? И можем пощупать, то есть уже в реальности. И когда ветер нас сносит к чертям собачьим, тоже мы чувствуем хорошо, да? А ветер, что движение того же самого воздуха. Просто для того, чтобы какие-то аналогии проводить, необходимо находиться в качественном согласовании с тем, о чем мы говорим. То же самое, это разновидность, то же самое чугун практики, когда люди начинают прогонять через свое тело потоки и говорят, что все, вот мы уже развились, мы инь-янь через себя прогоняли, два потока противоположных, понимаете, как это пишется, то же самое, что в китайской мифологии инь-янь, мужское и женское начало, да? Женские энергии и мужские энергии. Тут и так далее, и так далее. Понимаете, вот что забавно, замалчивается полностью во всем мире информация о том, откуда действительно идет изначальное знание, которое трансформируется в такие варианты. Те же самые китайцы, те же самые индусы. Я повторюсь, но кто не слышал, пускай еще раз послушать, может это повторение, какое-то самоотвечение, в любом случае позвать понять. Когда мне приходилось беседовать с одной женщиной, которая является махатмой, которая интересовала, чтобы я ей мозги перестроил. Ну, о чем ты это говори, да? Так вот, у меня был вопрос, проверка на вшивость, так называемая, для нее тоже. Я говорю, хорошо, вот скажите, а откуда в Индии взяли следы? Ну, вы знаете, это принесли белые люди из Гималайи в север, пришли и принесли нам веды, да? А почему мне говорите, а ни в одном своем выступлении, публичном, при телевидении и так далее, не только вы, все остальные великие гуру из Индии, не словно молиться о том, что это не ваши знания, а тем, что к вам пришли люди, белые люди с севера, то есть с нашей Родины, и дали им эти знания. Молчок. Второй вопрос. Вы приходите в ясенную группу, и что, начинаете читать квантовую физику им? Говорит, нет. Так вот, к вам пришли люди с севера, белые люди, которые дали вам азбуку и алфавит, понимание природы. Вы этот азбуку и алфавит взяли, извратили, и теперь вы даете за свой. А теперь скажите, разве может быть светлый человек, который несет свет, как они говорят, да, быть обманщиком-лжецом? Ведь ложь. Извините, а почему не сказать, что вот нам знания были переданы, вот мы эти знания переосмыслили по-своему, а переосмыслить, значит, получается, уже изменили. Скажите, если кто-то взял, купил компьютер, и взял на этом компьютере что-то создал, это не значит, что он создал компьютер, он создал что-то на компьютере. И если он создал что-то стоящее на компьютере, то его значимость, то, что он создал, от этого не теряется, не так ли? Но это не значит, что он и компьютер создал. Так вот, молчат об этом. А потом, когда я говорил об этих вещах на встрече, потом люди говорят, да, мы ездили в Индию, институт ведизма, и там говорят, говорят среди учеников, что да, это пришли семь белых учителей, риши, как они называются, с севера, которые говорили почему-то на русском языке, знаете об этом, да? Потому что новый санскрит, который сейчас пропагандируется, это уже видоизмененный, даже китайцы три раза меняли свои иероглифы, чтобы отойти от тех рун, которые им были даны, уничтожая все. Так вот, старый санскрит, который еще знает, это не мои слова, те из индусов, которые знают старый санскрит, когда приезжали в Россию, и особенно северный говор, который сохранился очень близко к тому, которое было изначально, они в шоке, потому что они, усумилеем, говорят, мы же слышим живой санскрит. И что же оказывается, а что, какой язык оказывается живым санскритом? Русский, да? И еще всегда я говорю, хорошо, если санскрит мертвый язык, что это означает? Значит, когда-то было племя, и должно быть довольно-таки большое и развитое племя, не так ли? Чтобы составить свою письменность, грамоту и так далее, которая вдруг в один день вымерла, и этот язык стал мертвым, не так ли? Так вот, в Индии никто никогда не называл и не назвал тот народ или племя, который жил на территории Индии, которое вымерло и оставило им наследство санскрит. А санскрит появление полностью соответствует по времени с походами славян и ариев на Индию, первым-вторым походом. Знаете, да? Тютика в тютику. Балвачат об этом и все. Ну, это не важно, правильно? Не важно, что, так сказать, все европейские языки прошли от праязыка санскрита. А оказывается, что праязык является русский, но об этом молчат, не хотят говорить для индоевропейских народов. Извините, индоевропейские. Значит, получается, Индии жили когда-то. А скажите, кто из европейских народов жил в Индии? Они приходили, часть из них остались, да. И потом составили касты, высшие касты в Индии. Потом, правда, стали смешиваться, потому что было мало людей. Но, тем не менее, они действительно отличаются по цвету кожи, потому что от остальных каст, которые более низшие, по иерархии индийской. Но это они пришли оттуда. А приходили завоевать и так далее. Завоевали не для того, чтобы подчинить себе страну, а для того, чтобы освободить, как вы помните, кто читал Соловьевские веры, от культа Калима. Ну и так далее, и так далее. Следующий вопрос, потому что иначе я заведусь, и будет долго, а время у нас идет. Следующий вопрос.